В этом ролике мы пройдемся с вами по ботаническому саду Вильнюсского университета, который находится на улице Кайреню. В прошлом году я снимала ботанический сад, который находится в Вингиспарке. Он немного меньше размером, но тоже он был довольно-таки красивый, нам очень понравилось. Этот ботанический сад намного-намного больше, и поэтому я разделила это видео на два ролика. Ну, идем сейчас, там, наверное. Давайте сюда подойдем. Сюда нельзя заезжать просто. Сейчас я мне эту панамку сделаю из своей рубашки. Можно и в пустыню идем. Видишь, схема есть. Да, это мы где зайдем? Это вот касса, да? Это мы зайдем вот здесь. Угу. Вот там, фонтанчик. А, это речка? Что это? Каду? Нет, мне кажется, это дорожка, а не речка. Ну смотри. Речка не похожа. Выставки какие-то тут вещь проходят. У тебя завтра с меня уже не выйдет. Я сегодня даже могу его отменить. А цена-то есть, кстати. Вот, смотрите, цена. Family City. 10 евро. Мне кажется, красиво. Классная раскраска. Только еще, знаешь, это как это? Попробуй разберись. Мне называется. Это, знаешь, похоже на игру. Какие склонды перемещаются. Господи, такие красивые здания, да, вообще. Это очень. Не похоже на место. Вообще красота. Так, ну давай, разбирайся в карте, потому что мы, иначе, нам нужно выработать путь. Вообще, мы зашли вот отсюда. Четвертая касса. Вот этот дом. И нам нужно идти, если мы будем прям по номерочкам ставить, то надо пойти направо. Вот туда. И по этому маршруту идти, и там будет еще одна касса. Ну вот, значит, пойдем по номерам. Кто-то пошли направо. Хорошо. Потому что нам нужно по схеме, иначе мы заблудимся, и ничего не увидим. Вот тут растения какие-то написаны. Вот тут прям даже точку мы отмечем, но так лучше... Смотри, какая штука. Ага. Какая большая. Кто это? Что это? Это сорняк. Да, мне кажется, что это есть какой-то сорняк. На ремонте. Какой-то замок. Не замок, а с собой. Ой, смотри, а тут еще какие-то волчьи ягоды растут. Смотри, какие они красивые. Можно перепишите. Там придем... Сыпый заяц. Да. А это, видишь, пара, да это выставка. Ага. По музеям. А вон пугало. А это пугало? Пугало, да. Здесь голова есть. Ага, классно. И волк. Да, мы сейчас туда и пойдем. Так вы узнаете-то, есть ли рожа? Рожа. Видишь, в этом нос есть? Смотри, как красиво. Здесь гораздо лучше, чем в том. Ну, в том тоже было очень красиво. Да, но там как-то меньше пензона. Здесь нарисована схема ботанического сада. Когда покупаешь билет, то выдается такая же карта, только черно-белая, по которой можно ходить и просмотреть все-все уголки этого ботанического сада. Для этого требуется, как минимум, часа два. Что это за растения, пожалуйста? Ю, Ю за жюле. Просто вот они везде похожи на лаванду растут, когда издалека смотришь. Аптечная это... Это что, этот? Календула. Календула, да, вот по ладистыне написано. Но мак, он, мне кажется, здесь случайно, как сорняк затесался. Видишь, он не подписан. А это, получается, аптечная календула. Акелия милифолиум. Смотри, монарда большая... Монарда. Помнишь, масло монарды, помнишь? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные прогулки. Там? Не, а давай мы смотрим, какая подъемка? Ну, пойдем, мы посмотрим, где он. Мне кажется, это какой-то... Можно и там пройти, там, только везде. Ну, думаю, надо везде пройти. Вот сейчас солнце спряталось, так нормально. Это фонтан. Так он что-то не работает. Чего он не работает? Он, мне кажется... Реально, как пруд какой-то. Как не работает. А это, как будто, лабиринт, да, сделан? А можно прийти? Можно, конечно. А они предполагают, что он может вырасти в весной в рост? Мне кажется, они быстрее будут. Чтобы никто здесь не заплутал? Да, может, дети не... В дремучем лесу? Сейчас он заплутает там. Юнец заплутал. Жалко, что с этими... Ты даже приди кудочкой. С лесами. С лесами есть. Именно там. Мне кажется, он какой-то ненастоящий, этот лабиринт. А, а что за заборки? Ну, вообще, если честно, лабиринты меня пугают. Вообще, в принципе. Идите сюда! Мне кажется, это какое-то офисное что-то. Ну, там, видишь, лампы везде. Ну, да, может быть, там лаборатория какая-то. Нам предлагают пройти вот здесь, налево. Да. Поскольку это ботанический сад, то здесь везде очень много разных растений. Какие-то из них подписаны, какие-то нет. Но можно увидеть очень много необычных цветов. Ой. Да, реконструировано. Это единственное слово, которое я понимаю. Эти штуки. Да, слушай. И с них капают, они реально пусто поливаются. Класс. Такое ли? Ну, это я понимаю, конечно, красиво. Современно. А это что такое? Знаете? Ой, а... Десять, да, ты заплатил за семьи? Да, десять, да. Нет, да красиво они выглядят. Вообще. Классно. И тут, видишь, очень много растений всяких. То есть это как бы просто как клумба, вертикальная клумба, да, что-то вроде того. Только непонятно. У них там, получается, грунт, да, какой-то внутри. Нет, это смотрите. Там брали стулы, а вот так сделали такой круг. Вставляли две крыши, а снизу просто крыши, а сверху крыши скалки. И вот так надевали. И на каждой неделе было... Оль, пойдемте на лодку. Таракан! Кукарачик. Лодочка. Это лодочка. Это лодочка. Да. Я бы не хотел покутаться. Прудик. Стрекоза. А ты знаешь, что есть стрекозы охотники? Что они на маленьких детей охотятся? Они на насекомых. Они пауков. Интересный петушок. Плетеный. Плетеный петок. Вон ночная. Я рассказывал, наверное, у японцев, Фили, китайцев, булочки, типа, королю всегда строили. Когда идешь к королю, нужно было пройти через мост, а поднимет текущая вода. Она, типа, очищает все, что... Она не заявляет от негативных мусек. И когда идешь к королю... Хорошая идея. Может, мне это поможет? Без негативных мусек. Куда ведет эта тропа? Пойдемте по ней. Она ведет к нас по луковому. Это уже когда мы пройдем. Это папоротник. Смотри, он подписан. Боже, мне прям в лицо так было. Это дерево. Папоротник цветет. Да, это красная смородина просто. Но есть не надо, потому что они знакомы вместе. Вдруг мы ошиблись, и это волчья ягода, которая косит под красную смородину. Мы тут съели, вы знаете, ягоды. А вот это вот точно какие-то волчьи ягоды, мне кажется. Я не разбираюсь, конечно. Что-то, но выглядит забавно. Слушай, а представляешь, сколько древние люди съели всякой дряни, прежде чем они поняли, что это не надо есть? Сколько померло у ламров? Мам, орел или орешка? Орешка. Смотрите, что я сделала. Ой, улиточка. А вы знаете, что можно улиток размером с кошку или собаку заводить? Приветик. Живая? Понимаешь, что с ней будет с этой бякой? У нее обеденый период. Здрасте. Может, вы выйдете? Не поставите. Ой, извините, я вас уронила. Простите. Я не хотела ее уронять. Да что? Ну, вообще-то похоже, да, на какую-то пальму. Нет. А это она и есть. Вообще-то место просто отлично подходит для прогулки выходного дня, как с детьми, так и просто вдвоем можно прогуляться. Здесь очень много мест, где можно просто посидеть. Место очень приятное, как такой парк. Зеленый парк. На западности. Мне кажется, еще нагревается от солнца. Да. Красиво. Да, прикольно. О, вот тут так вообще запах. Муравья, который спешил к себе домой. Да, и он ехал на водомерке. Да, есть такой мультик. Да, и он... А как туда попасть? Это там, наверное? Вон там, по каменюке. Ага. Да вы куда? Вон... Там более... Представляете, эти елки вырыхнуты, как прикольно будет спрессиваться в центре... Да, островок такой, да? Я подумал, где люди ходили без тропинок, представляете? Ну да, по кусам просто. А вот, может быть, здесь получится снять. Здесь клещи израли. Израли, все они делали. Пап, здесь вот так и дали, здесь не было. Здесь тут вместе сядет там. Вот, смотри. Что тут делаешь? Давайте поймаем. Да, я его прошу Максу. А кто это вообще? Красный карточник. Да нет. Может, это... В этом прудике водятся какие-то интересные красные рыбы. Мы не знаем, на самом деле, кто это, а что это за рыбы. Но выглядят они классно. Понятно, что их, наверное, туда заселили специально. И еще есть вот такая вот беседочка. Я думаю, что здесь можно даже проводить какие-то мероприятия, типа свадьбы или банкет, возможно. С видом на вот такой вот прудик. Вот какой-то опять прудик. Дам, вот мы сюда подошли. Комурец, Сань. Смотрите, где ворона сидит. Вот, вот эта. Где? А, ой. Это ворона. Ой, а зачем она туда села? Это такое. А мне кажется, это вот как в этом, в Вингиспарке висит. Помнишь, что? Не висит, а там такой обелиск. Там тоже написано 1009-2009. Ну, это, наверное, символ государственности. И вот этот больше темный, это асфальт. Если мы по нему пойдем, то типа асфальтовой дорожки в запад. Либо продолжим вот здесь. Слушай, не показывай мне эту карту. Она меня нервирует. Мы пойдем по большому кругу. Или не пойдем? Мы идем дальше. Здесь просто вот такие вот зеленые поля, деревья. Есть везде разные скамеечки и просто дорожка. Мы уже приближаемся к концу первого ролика про этот ботанический сад. И на вот этой вот прекрасной ноте мы видим такой еще один трудик. Это уже окраина самого ботанического сада. И вот этот вот аист очень близко ходит и что-то собирается. Встретимся с вами в следующем видео.